всем привет итак прошла еще одна рукодельная вышивальная неделя но вышивал я очень мало на этой неделе всего там пару дней пару-тройку дней вот не было возможностей и ничего страшного иногда нужно делать перерывы чтобы потом как говорит с новыми силами продолжать начатое вот значит за эту неделю и за предыдущий то есть там где-то 7 полу или 6 вышивальных дней всего я посвятила этой работе напомню что это годы надулать и мэн шанс то есть садовая дверь там где котик или дверь сад как угодно вышиваю ее на 14 аиде все в общем это у меня был набор ниточки ткань все по ключу но вышивая посадки по неудобнее быстрее процесс идет и планировать удобнее что там дальше вы сшивать какой участок и так далее очень мне нравится сам процесс удовольствием вышиваю на иди красивые цвета ниточки хорошо себя ведут иногда я даже беру по две ниточки dimensions чтобы вот ну не одну пополам складываю по 2 сразу чтобы подольше не менять потому что такие участки иногда бывает что приходится ниточку чаще закреплять а участок еще говорится не дошит не до вышит сегодня вышила вот эту шляпку классно получается мне очень все нравится принципе планировала ее вышить в общем у меня получилось как говорится и на следующей неделе я думаю я начну с того что закончу сверху немножко желтого пола креста и креста вот тут зелени и вот здесь где шляпка вот в этой зоне будет дверь значит ее закончу включая фон полукрестом вот это здесь стекло до имитации стекла и дальше я думаю по вышиваю вот тут вазоны и вокруг соответственно вот эту тень так называемую глубину чтобы композиции передать очень интересный процесс я бы не сказал что он простой или сложный то есть ну как бы все по ощущениям по настроениям по состоянию и так далее не скучно и минутный и в общем то что и и важно в общем для меня я думаю для большинства и получается конечно очень красивый такой летний сюжет абсолютно мои помощники это мы из этого ты конечка очень я люблю магнитики 1 1 от магнита и все то же самое ничего такого я не меняла в организации уже привычно удобно и так далее достала поближе себе а вышел я суммарно 15 и две десятых процента вот за эти семь дней ну 7 вечеров до вышивальных неполных и я считаю что неплохой такой результат но как бы я решил достала поближе из ст и посмотрел полюбовалась то люблю все таки эту работу ночью мне все средства и работу люблю даже себя немножечко какое-то время лежат стране и я их не вышиваю и я думаю что возможно ближайшее время я ее по вышиваю хотя очень трудно от этого оторваться вроде вышиваешь и вышиваешь у менять смысл как бы мне непонятно но в то же время когда смотришь на что-то другой берешь в руки хочется это тоже по вышивать почему как 100 планов громоздю главное их реализовать а то потом все десять раз еще поменяется мне даже за эту неделю же столько раз поменялись мысленно и планы может быть что-то начать такое еще такое но несложненько или даже сложненько или думаю с одной стороны не хочется разводить процесса с другой стороны хочется чего-то еще на устрите понимаешь что не хочется прыгать с одного на другой вот как бы это все-таки наверное совсем вариант 2 вот даже параллельных процесса именно вот в рамках дома мне достаточно тебя что у меня даже не два больше вот из того что там один дорожный одном месте другой в другом поэтому как бы даже три наверное получается вот и думаю что да и стоит все-таки посвящу время на этой неделе мне уже было десять раз и желание и начать какой-нибудь и земного ангела от лавендер англ эти даже ниточки намотал на пабельки поднос себе положила поближе и даже там эмма году мне вышивала садик эмма это забыл из гадан да вот думал даже ее начать она просто поменьше хочется все одновременно и сразу но нужно все-таки наверно себя контролировать мне мне это для меня это по моему характер что потом не жалеть чтобы начинала ну чтобы не бросаться не скакать из одного на другой все-таки хочется немножечко погружаться в какую-то определенную работу и посвящать ей достаточное количество времени они так что допустим там день одно два дня другое ночью как бы ты мне мне этот не очень подходит по моему характеру вот а так у всех кому-то наоборот подходит то есть на на люди же все разные вот поэтому как бы подготовилась я поближе достала и материалы поисты и самой ст и уже чтоб потом как говорится руку протянуть на станочку установить раму и все так что еще еще ну из таких небольших покупок у меня но показывать не буду все знают как это выглядит муж не купил еще две пары пиалец энергии от этих прямоугольных они неплохие мне не понравились мне нравится они формой натяжка мне в принципе на их устраивает данными процент на барабанной конечно как на круглых нурге вот но они удобны все равно и в принципе достаточно натяжка неплохая я достаточно но почти барабанную вот сто процентов могу натянуть ну конечно не такой плотный опять же повторюсь как на ноги от эти с металлическим кольцом они просто делают свое дело на 200 процентов вот но они нравится тем что и зоны вышивки больше что они прямоугольные держать их удобно в руках и из станочка за одни держатели пялись нурге тоже они хорошо крепится держится и в общем заморочек нет но я вот на самом деле после время от на даче просто брала пяльцы я как бы даже не брала с собой никакой держатель для пяльц в одной руке 5 в другой уголку вышиваю все одной рукой и нормально все идет быстро и как бы не морочь но видимо у нас всех периодически посещают вот эти вот состояния то заморочиться какой-то организации то не заморачиваться так глубоко не погружаться в эту организацию как бы достаточно чтобы она была удобна все и все вот совсем что мне копаться как говорится ну как бы все мы люди наверное творческие какой-то степени и хочется разнообразие не там так там вот и что еще все таки я решила купить набор материалов для рапунца или миробили потому что дочкина очень понравилось ну и мультик этот нравился и вообще как бы она говорит она красивая ну думаю раз дочки нравится красивая что как бы обычно смотр нормально там скажет ну-ка или скажешь тебе нравится там и вышивая покупай там так далее тут он не искал красивые я думаю что-то надо брать тем более что сейчас но сложно до местами купить материалы в принципе эти трэжерсы собственно это основное основополагающим было момент потому что вот эти трэжерсы бисер и все эти в нашей стране ничего не производится все это привозное поставками страной трудности до сих пор сохранить сколько это еще будет неизвестно чем закончится тоже неизвестность цены тоже меняется курс бешено растет его до сюда он прыгает вот и как бы не хочется конечно с точки зрения того что ниточки но если вы сама покупала мне было опять много остатков этих не такой что тоже не хочется копить эти остатки куда не в таком количестве вот поэтому я решила ограничиться тем что купил просто комплект материалов уже знать для какого дизайна и так далее насколько я поняла там шелковой нить просто положила одни трэжерсы цветочки там несколько вариантов они поменяли на какую другие но цвет такой же может сам мил хил поменял артикул я не знаю не стал заморачиваться просто посмотрел тот цвет который по ключу идет этот который они положили они в общем-то очень похожи что такое светлые белые или почти белая вот как бы заказывать только эти цветочки где-то там носиться по всем магазинам собирать по кусочкам я не буду это затратные по времени и по ожиданиям и по плате доставки как было больших покупок массовых я там не делаю до глобальных и настолько регулярных чтобы мне это было выгодно во всех смыслах поэтому как бы я решила для гости все-таки эти материалы как бы и чему я принципе очень рада вот а так в принципе вот я за этой неделе конечно много чего хотела повышевать начинать ну в общем пока это все лежит возможно начну какой-нибудь как-нибудь весь мебель приспичит из схем который я заказывал прошлом году мадам не дал там эти две елочки со звездами до трэжерс который отдельно потом покупал на один-два-три стичь я думаю что вот ему либо их либо там осенний как у меня есть сэмплер был был пол это что это нас держатель для называется какие-то все вместе по называется в общем я решил что я что-то из этого вшивать аж это можно и на пяльцах вышивать и в принципе и то и то оформить можно в багетом можно в прикладную что-то оформить в общем багет я не знаю может максим эти елки буду оформлять а может и не буду как бы мне таких прям планов нету на этот счет что вообще прям оформляйте тем более в этом году бежит просто вышить и вышью они несложны там маленькие схемки ну как простые вот и материала в принципе не на эти две схемы есть все поэтому почему бы и не заодно что останется может быть все таки как-то подойдет тот же стенд в котором мне не хватает ниточек но в этого окрашивание несчастного и так далее вот поэтому возможно что-то такое начну простой чтобы не сильно замороченное быстро шло и быстро закончилось чтобы не было хвостов этих не разводить так что вот пока в этим поделюсь ну вот я думаю что выходные что-то по вышиваю и добавлю еще сюда я надеюсь что вот а если даже не знаю закончили или нет повышевать и должна по идее возможности моим престоле не будет честно поближе покажу что получается красивый очень сюжет нежные тут цвета но чуть посочнее они но в целом тональность тоже оттенки вернее те же то есть камера я не сказал что он как-то врет все красиво все мне нравится удобно разметка повторюсь потому что можно как бы спокойно продолжать какие-то участки допустим ниточка остался в иголочке я смотрю участка есть я раз его вышила на вот ну то есть можно такие вот разброс до участков вышивать а что как бы не сделаешь лишний раз не решишься делать если разметки нет но вот например зерном ангеле я наметил середину а потом хотела размечать пару рядов разметку а потом не так лень стала да ну нафиг не буду есть центр и все но мне даже центра не нужно и так посчитаю в сантиметр когда где-то начинать но он есть уж пусть будет вот я короче выдернула этому на нить и выпросил да ну прям лент там у меня еще как все неважно чувствовал и замучили эти грузы сосуды и прочее вот всю эту неделю прям станет паршивый был откровенно говоря вот и поэтому наверное может и не было желания размечать ничего вот но сегодня сейчас вроде ничего поэтому повышевал с удовольствием красивый дизайн очень-очень нравится девочки вышивайте вышивайте пока он там выпускается я не знаю там москве насколько можно не можно купить мне кстати он один два три стич видео он там недорогой но он и так недорогой тоже не голд вот поэтому в любом случае то что признают предлагают розничные сети в москве например и и тоже 2 3 стена с разницей в два раза вы понимаете я не рассматриваю девочку в группе там совсем другие правила другие порядки и другие ожидания вот если вы хотите побыстрее там то наверное хотя не знаю как сейчас быстрее не быстрее будет с 1 2 3 7 заказ чего не там с доставкой по срокам но в целом если брать то там я думаю но там конечно не везде меньше нас и на москве гораздо больше ассортимент предлагается магазинах сетевых и в интернет-магазин внешне на 123 вот так что я вам советую очень летний сюжетик если вы такие любите то чем-то напоминает мне идеальные пати ну не то что прям такой же дизайн ну вот как бы он стиль такой же я бы сказала тут в этом духе все пока все итак я на даче и на даче у меня мария искусница в работе ежевика начала это прошлые выходные и в общем то вот такие мои продвижения достаточно хорошо идет работа сам процесс очень приятным вышивать по этой схеме схемы черно-белый кусочком покажу я выделяю один символ необходимыми с ярким желтым маркером лимонным и зеленым закрашу уже вышитые стежочки ну тип по типу кросс тысяч сайги получается довольно быстро идет процесс вообще схемы достаточно глазастые в миру глаза стыни очень мелко не очень крупная в общем-то мне нравится как все это проходит ну организация моего хотя в эти выходные буквально вот предыдущем кусочке сказал что я рука на руках ушиваю на пальцах но без держателя решила взять с собой держатель думаю почему нет попробую в общем-то хорошо на нем идет двумя руками наверно даже быстрее еще получается вот разметочка мне помогает потому что я могу сразу больше участков охватывать вот цвета ниточек прекрасные приятные ниточки перле мне вообще нравится как они себя ведут на льне потому что я вышивала лично длит летний сад дизайн от марии вкусницы это там где девушка в кресле книжку читает среди роз это арка там по моему какая-то из роз и на льне я вышивала на льне тоже тоже 32 каунта был просто меня был эти нитки вели себя прекрасно то есть они не перетираются они не перекручиваются они не путаются не прикручиваются ничего с ним не происходит то есть они лучше себя ведут чем тимси или там анкор на самом деле но по на других основах там были я слышал отзывы раньше что они там перетираются еще что-то но не знаю меня вот на именно на дне вот в данном случае 28 правда каунта не 30 сторон до 28 и там был 32 каунт прекрасно себя ведут организацию мне как бы не поменялось мы игольничка вот она на магните собственно здесь держится сюда и даже на конверт к прикрепил очень удобный уголочек вставлять промежутки ниточки рядом все магнитик все этот магнитик меня держит нити вдевать и все-таки к ним привыкла уже без него не могу это пока еще без black stitch а то есть вот этот сами ягодки еще одна и пару ягодок будет вот с этой стороны с этой стороны и в общем то вот здесь уже дизайн будет завершён бэк здесь на мысль не сложные приятные думаю что быстро выполнил поэтому не выполняю в итоге его постепенно выполнять буду его в конце уже сразу все изначально я натягивала эту работу на опять энергии с металлическим кольцом но я уже говорила что может не купил еще пару таких пялец мурге которые прямоугольные да там троечку мне не понравились девочки не знаю как у других но у меня все прекрасно натягиваются и натяжка в общем то просто что мне барабаны на мой взгляд чуть дольше конечно тут больше тратишь времени чтобы так запялить но в принципе вот в круглую тоже долго запяли чтобы натяжка было что все все переплетения были параллельно перпендикулярной чтобы натяжка была плотненько держится она прекрасно ничего мне никуда не ослабляется ну то есть по крайней мере лен мне понравился даже мне кажется ли он еще лучше чем равномерку держит возможно потому что мне кажется равномерно мерка она же по плотнее может быть не знаю как на конве это будет еще не пробовала и так что будет прям натянуть и вышивать но я думаю что ближайшему поздрим будущему у меня в планах все-таки вышить игрушечку одну дименшин зимнюю из ту серию christmas вы летшие я думаю что я на двоечке буду ее вышивать а может быть и на троечке посмотрю на этом и на двойке не хватит и ну да двойку там труб не нужно в общем то и посмотрю как это будет на 18 аиде свой город вышиваться значит ну и в общем как бы мне на этих пальцах нравится вышивайтесь видите даже этот дизайн в общем полностью уместился все здесь баксич будет вокруг листочков вокруг ягодок сами ягодки собственно только вокруг конечно и в общем так вот я думаю что буду заканчивать я не знаю эти выходные я закончу или нет это вряд ли есть только его ушивать целый день конечно закончен за пару дней но я конечно столько времени вышивки посвящать не планирую может быть вот сегодня по вышиваю в воскресенье а завтра я по вышиваю может быть все-таки посмотрим по настроению по желанию камеи от золотого руна чтобы она мне тоже как-то двигалась ну и как бы закончить ее что-то лежит там бедным скоро год ей будет в октябре наверное вот она мне тоже здесь на даче посмотрим ну и думаю что там будет смотреть как по времени как по силу я что-то еще все-таки что-то да возьму потому что лет все таки еще только чуть больше середины чуть больше половины лета прошло и я думаю что я еще возьму какой-то рабочий процессик возможно это будут как раз вот эти сэмплеры которые там 100 не крик если не ошибаюсь и они все 100 не крик какой какие-то из них возьму сюда повышевать вот что без сильных заморочек ну и параллельно буду камень заканчивать сейчас вам поближе покажу эту работу здесь вам хорошо видно все мне нравится мне все в принципе удобно 28 леона это дете лимон прекрасно себя ведет мне нравится кстати вышивать очень в общем я довольна что получается очень прекрасный сюжет такой как бы осенне-летний что ли на башу больше осенних красок ним и отдыхаешь немножко от таких типичных летних такой когда-то много розу голубого красного да то есть хорошо разобавляет такие процессы потому что чашечка с фиалками она была преимущественно в такой сиренево-фиолетово-голубой гамме вот и как бы параллельно у меня еще котик этот идет тоже в какую-то голубой такой сер голубой вами поэтому для разнообразия все прекрасно закончилось воскресенье ночью не до конца конечно вот но я же что-то подустала вышивать сегодня довольно много на мой взгляд вышивала в сравнении с последним периодом как последние дни последние месяцы не получалось в общем осталось мне всего немножечко вокруг вот листиков нижних вот здесь где-то там чуть-чуть ягодка парочку и в общем-то там отдельные веточки и бэкстич естественно как же без него очень быстро идет процесс возможно влияет все понемногу и организации материалы включая ниточки то что две руки может быть тоже все таки то ускоряет как-никак плюс привыкаешь всегда к процессу привыкаешь когда делаешь часто перерыва то есть одного на другой переключаешься мне кажется начало 100 немножечко замедленные но более медленно идет потом привыкаешь и все как бы быстрее движется процессик мне очень нравится очень на мой взгляд несложно вышивается красивые цвета такие очень позитивные осенние золотые краски в общем мне нравится тысячу раз я сказал что мне все нравится мне реально нравится на самом деле вот и в общем то я думаю что завтра я от него отдохну дабы избежать присыщение некоего и может быть по вышиваю ливию камею золотого руна сниму он тогда кусочек что-то не получится сейчас вам поближе покажу немножечко так что общем-то мария искусственница мне в целом нравится как они прорабатывают дизайн и материала которые они вкладывают на основу я уже говорил что меняла на цвайку что не было другая мне она не понравилась она какая-то мне кажется синтетическое немного то есть это не ли он был в моем представлении такая типичная мешковина цвет похожий но структуру очень какая-то такая точному отверстие очень плохо видны были глазах прям рябила поэтому я поменяла если бы она была нормальная наверное ее оставила но опять же здесь не кусочек побольше поэтому под 5 уход достаточно прибавка и есть возможность вот при оформлении оставить больше воздуха вокруг работы то есть каких-то больше идей каких-то охватить наверное в общем как-то так красивый процесс пока пожалуй все и я упоминала в этом видео о том что мне есть готова работа по дизайну марии искусницы летний сад я вышивала года три назад примерно месяц на нее ушел душево вот такой сюжет получился пошивал ею на льне менял ее на то ли белый то ли молочный уж там не помню конечно лен 32 каунта и те же самые ниточки ну что сейчас покажу вам багет стекло музейное здесь вот такой вот видите он и вот этим ближе краю край рамы и внутренний край он такой серо зеленый такой зеленоватый разбеленный зеленый с серебром серебром что-то такое общем я думаю вам видно в принципе цвета в общем практически стопроцентно передается получается очень нежное такое оформление никакие паспорта не собиралась для нее делать я не люблю вот паспорту ведь и вставлять потому что они либо зажимают работу либо как-то локализует что ли акварель я вот до рисунки акварель на их тело стас паспорту в багетом и все такое но именно вышивки я больше предпочитаю все таки без паспорту по возможности дизайн позволяет его не использовать вот такая красота очень люблю эту работу и не знаю мне нет желания снять изменить на что-то другое что еще хотела вам показать что-то меня уже наверное неделю я но может потому что я канал был смотрела про не то чтобы про выставку многоцветки а как про вышивание как она вышивает их и это вот забыла имя к сожалению сетлана не помню я думаю вы знаете о ком я организатор вот этих выставок на жизнь прекрасный сожалению выставка в астафе закончилась она сейчас прибралась какой-то военный госпиталь куда можно только тем кто там работает либо там лежит в этом госпитале посещать эту выставку то есть посетители с улицы там не пускают это было сказано видео ну думаю что там еще будет возможность посетить эту выставку в каком-то другом месте посмотрим в общем у меня есть схема от химера это не ходит но я ходит и не хотела ну ходит это она спит меры это феи ягод не помню как она называется надо посмотреть на самом деле это рисунок художницы она насколько я помню рассказывала один блогер подробно не креста на это по моему как раз она показывала готовую работу своей подруги по этому дизайну но там ходит и она рассказывала о художнице она китаянка по происхождению насколько я понимаю и в общем она рисует в стиле фэнтези и как бы ну тут принципе видно да типичное изображение такое фэнтези то есть это современная какая-то живопись с таким вот уклоном значит чем мне нравится этот сюжет я в принципе ну к нам кассетам достаточно спокойно отношусь ну как вот как будут этот сюжет мне нравится тем что тут есть яркие краски есть период эти сиренево серо-сиренево фиолетовые тона и так далее значит видела естественно ну как и многие думаю из вас неоднократно или в исполнении дыхаеда в частности елена пушей и работа собственно участвует вот в этой выставке жизнь прекрасна в этом оформлении воочию я не видела видела только на видео и на формуле там она была представлена белый багет мастерком оформил ее он как бы круг носа и составной с багетом круг не круг многогранник такой получается трудно мне как бы воспринять это оформление потому что ну наверное воочию это смотрится иначе у кого-то она потрясает кто-то ну по разным мнениям не но у меня но как бы спорное но в плане формы багета и и в плане каком-то паспарту потому что на виде она смотрится как будто полупрозрачный пластик хотя как я поняла там дорисовкой и вблизи смотрится классно я не стала делать рисовку по моему вкусу для себя конкретно никакого для этой работы ну не знаю не как-то она сама по себе самодостаточной тем более художник ее изображал именно так и решил что это достаточно зачем что-то еще дополнять и по рассказу на кристалл найт это канал этому тоже знаете вы значит эта работа размер на мне раньше подаст информация помдашь смотрел я сама искала значит работаю в реальности у художника она размер по есть не ошибаюсь 36 сантиметров диаметр ну там плюс 36 35 сантиметров вот поэтому и на меня всегда смущал ее размер вот в варианте исполнения хайеда у химеры естественно нету такого четкого что только вот такого размера нужно работать только на таком каунте вышивать они предлагают от 18 до 25 25 это у них лугана ну либо там это получается 24 конгресс трамин и в принципе я думала о том чтобы ее и вышивать именно на конгресс трамени но мне как бы были разные мысли о том что маленькая может быть слишком она но это наверное на фоне и вот этих уже имеющихся готовых работу других вышивальщиц 70 сантиметров там 50 сантиметров потому что у химера она меньше у химера на 7 ошибаюсь но в 17 каунте 52 сантиметра цветов там поменьше но там есть блендов 10 блендов если не ошибаться что здесь я считала вот а цветов чистых всего 55 и вообще цветов мулине и 10 блендов будет значит что я хочу сказать в общем не эта работа больше симпатично все таки в реальном ее размере как это было у художницы которая рисовала ее вот 36 для меня это достаточный тем более то в круге это большой размер это не маленькие ну как бы примерных все понимают венки дименшинс да они там где-то 34 36 диапазонных сантиметров поэтому в общем примерно размер понятия потому что мне она вот в этом размере как я себе представляю она кажется более знаете какой-то такой нежный миниатюрный нет это вот монументальности какой-то и и который возможно очень хорошо смотрится в интерьерах или мне кажется на все таки это какие-то знаете высокие очень высокие потолки это не 4 даже больше нет вот как в экспозиции залах экспозиции и белые какие-то стены и современные там и стиль либо какой-то ну в общем вы меня поняли я думаю да то есть вот там это наверное может быть и смотрится но это прям современно современный такой стиль а в изображении как реально рисунок да то есть 36 сантиметров она мне вот прям вот нравится на самом деле мне как бы она на меня не давит этим размером потому что девушку не лицо получается когда вот эти 7 сантиметров и более там или около того она получается на мысль достаточно крупное лицо очень очень крупные эти маки понятно что вот размере 36 сантиметров маки более близки к реальным но возможно это так и есть даже с этом не просто надо посмотреть на маке же тоже разные бывают ну или там все-таки они такие очень огромные потому что ну чем больше размер тем больше вот как бы такое удовляющее такую как бы вышивка давлеет над человеком то есть чем моментально получается мне в данном дизайне не нравится для меня лично по моему вкусу для меня для моего восприятия вот но а при этом она классная конечно несмотря то что я красный цвет люблю но в каких-то количествах разумных то есть в одежде я его не очень для себя от него устаю он очень активно видимо никогда не устаю здесь очень гармонично и вот в этом размере 36 сантиметров девушка получается как-то мне кажется все-таки нежнее и цветы и сами ягоды она более естественную по размерам как-то и так далее поэтому я решила что буду сшивать ее пробовать вышивать на этом все получится на конгресса рамине 24 каунта у меня его наличие нет надо будет как-нибудь заказать ниточки я закажу там цветов 10 мне только мулине потому что несколько три из них у меня были недостаточным количеством большой метраж требуется несмотря на то что это 24 каунт конгресса рамина это полукрест на две нити но я в принципе все цвета практически набрала усил в заключение 10 у себя из имеющихся какие-то катушки просто под морю шли вот но ничего страшно так они тоже просто лежат когда этом к нему в один кусочек отрежет да то есть все в дело пошло всю пользу и в общем покажу обществе ниточки которые взяла организация будет простая то есть я буду ну конечно однако тягивать это на раму конгресса ранее то есть это точно совершенно возможные даже не буду я на вкусно по мне есть вкусно по как будто эти прямоугольные самого большого размера там забыли сантиметр на 31 я хочу думаю все таки анара может потому что он жестковатый так андре стране посмотрим в общем миром есть пробежку возьму это прекрасно и нибудь саши позволение кому-то так уж разматывать но вот такие цвета ниточек видите красивые очень и когда вот их видишь прямо не классные какие цвета мне кажется видно в принципе да то есть это вот у меня будет два органайзера дубку и у меня на них уместится в том числе так как всего 55 цветов а тут 72 получается в том числе и уместится на них бленды 10 блендов прекрасно себя будут чувствовать на них то есть никакие дополнительные там городить огород с органайзерами не нужно и никакие вот эти даже типа пока не нужно потому что когда два органайзера чем они меньше компактнее тем лучше тем вот хранится мне будет все это мои папочки как бы мне вполне устраивает фактически получается если ниточки бобинка ходильники коробки не складываешь я решил в этом случае поступить именно так потому что процесс долгий зачем мне здесь держать все мои бобинки ниточек если я там из них где-то полметра где-то метр где-то два буду использовать процесс будет вышиваться долго работает она долго и она будет не единственной тем более меня в исполнении вот и смысл мне как бы держать кучу малины чтобы потом если только что-то решу там начать еще вышивать и мне потребуется демси либо на бросаться тут искать нет ли здесь этих бобинок либо новые покупать ну понимаете не думаю зачем мы и мы тобой место занимается это хранить на же где-то вот поэтому вот такое компактное хранение может быть у многих работ в принципе наличие органайзера в дуку и надежных вот таких ниточек сразу на них навешанных ниточки я разместила по номерам без не по номерам демси по порядку номером как обычно в саги в частности есть там тоже теперь уже есть эта функция до что мне понравилось я время об этом подумала и в общем видимо мысли материализуются там тоже есть порядковый номер рядом ниточка демси но я естественно все это все перепишу отдельно на листочек который прикреплю магнитиком к раме чтобы увидеть просто по какому номеру порядке относится номер демси потому что естественно схеме это будет определение по демси по цвету ниточки вот я так вышиваю неробилия если они у меня саги и не это удобно и быстро ну потому что саги переключаться в калькулятор там да вот этот а где номера ниточек указаны их порядковый номер ну не так быстро будет как на листочек быстро но листочки быстрее вот поэтому чтобы точно быть уверенным как говорится так что вот такая наверное у меня маленькая новость но это еще у меня не все материалы есть и я как бы не то что прямо нас еще деле и начну но я думаю что на ближайшем каком-то можете обозрим будущем их не хочу говорить по срокам потому что я сейчас вышиваю году с удовольствием отрываться мне не хочется от нее и все-таки хочу я всегда стал уже пушевать истер ну просто меня совесть просто мучает на самом деле в том числе конечно ну конечно вот честно вам признаюсь ну что тут лукавить и когда я знаю очень красивый дизайн очень красивый портрет мне очень хочется его вышить но я вот сейчас когда беру в руки с одной стороны хочу по а потом я представляю что я вот так погружать в этот коричневый мрак я не могу прям коричневый это вот золотистый коричневый очень короче голода такие ну как старое золото да и получается что прямо ну что-то мне не хочет очень ярких видимо краску как увидите в принципе ярко достаточно дизайн выбрала но я думаю все равно я надо двигать ну что она мне так зависнет сколько лет я так буду мучить посмотрим поэтому не знаю в августе или в сентябре я иначе не все равно материал еще надо немножечко докупить единственное что жалко что конгресс трамины я так поняла что он вот хорошо там например шелку нить можно купить от 50 сантиметров в высоту до ширина у них 127 бутылку рулоны и вот меньше нельзя они не режут то есть это дверь 50 на 55 кусок я бы взяла на 55 потому что вот эти пять сантиметров под как раз под раму да и чтобы пространство какое-то было вот но а 50 тому чтобы раму арабельский 56 ну чтобы было место для боковой натяжки опиралась мне тоже боковой натяжку я не собираюсь сшивать и мне нравится видел я тебе боковой натяжки рамы неважно там где омоник или ему подобные и так далее видно что ведет немножко вот канва на так фалдит в общем мне надо чтобы мне прям все натянута было равномерно ничего не дергалась не дрыгалась и так далее вот поэтому я буду делать это так и в общем-то ну в общем а и конгрессторами получается что вот можно купить вот шелку винить от полуметра например на фундучка у этого от метра на фундучка сколько помню там может то же самое конечно по доставке я честно как-то не планирую метр мне куда метр на 127 на и на работу на 50 на 55 потом мне будет кусок отваляться это в общем получается деньги выброшены по сути вот потому что воспользуюсь ли я когда-то еще кусочком этим или нет я не знаю хранить его рекомендуется в рулоне как мне его будут складывать доставлять я не знаю тоже я поняла что доставка по-разному себя ведет кто-то и какие-то магазины складывают какие-то там в рулон вот мне кстати подскажите ваше мнение может кто-то уже покупал конгрессторами в сложном виде потому что я чуть подозреваю что если например шелковый не доказывать в пвз либо почты россии не точно сложит вот но в любом случае почта россии его помнет иначе нам надо какую-то жесткую трубку вкладывать чтобы рулон не замялся но либо это будет дополнительная соответственно стоимость и вес ну что такое вот или мне надо заказать их курьером индивидуально попросив их чтобы они в рулон завернули к чему я вот все таки наверное будет больше склонна но я им позвоню знаю они по телефону прекрасно все консультируют вот так что наверное все не знаю может быть будет что-то в этом видео или нет я подумаю наверное покажу вам до результаты вечерком по вышиваю году за эту неделю это будет 12 вышивальный день по чуть-чуть вышиваю мне всего лишь там полтора-два часа вечером есть и три дня в неделю это буквально поэтому конечно да ну там как бы знаете от визуальный результат виден а по процентам не очень но там вот на киеве вчера у меня был 19 процентов ну в принципе одна пятая часть работы в общем-то да уже готовы но не так получается процента 2 в день вот сейчас вот но это я вышивал вчера полукрестом 6 нить это конечно сначала привыкаешь к нему но потом нормально у меня пошел но он медленнее идет из того что толстый очень нитку тащишь через эту жесткую канву очередленно быстрее конечно проходила но зато весь больше шансов там ничего никуда не поведет не перекосит и так далее вот так что я думаю что я вечером покажу еще результат и подумаю наверное уже потом будет отдельно все-таки видео у меня по трем моим финишем потому что у меня две работы приближаются к финишу мои дорожные вот эти 1 вообще готова и фиалочки я попробую может быть даже какой-нибудь выходной на дачу привезти и там снять вам видео потому что москве не получается только вечернее время это совсем не тут освещение не те цвета а работа такие летние с какие-то цветочками и в общем то мне вот нравится когда на даче снимаешь это смотрела качестве в полутени когда вообще очень хорошие получается к цветам достаточно прям практически идентичны на сто процентов вот поэтому как бы вот пока все из таких новостей и так завершающая часть этого выпуска моих рукодельных будней летних сегодня последний день июля завтра у нас уже август начинается лето подходит концу но еще целый месяц у нас впереди все таки принципе не лето этого года не кажется как-то быстротечным может быть потому что до середины июня мы дома сидели но при том ритме который у меня сейчас все равно как бы мне кажется что лето прямо короткое быстро пролетело как это часто бывает на этой неделе я больше не планирую вышивать эту работу потому что ну выходные да я на даче и вышиваю совершенно другое а это будет ждать меня москве дома и вот мой результат результат 13 и так понимаю вышивальных дней 24 процента работы вышита идет прекрасно приятно даже вот эти темные зоны полукрест 6 нитей в 4 нити совершенно так не напрягали сначала привыкала к полукресту 6 нити я помню уже об этом упоминала но потом привыкла в 4 после него вообще нормально вышивается и в 64 нить я вышиваю 20 24 иглой поэтому она как бы в помощь при протягивании ниточки через канву классные результаты даже сейчас при отсутствии бэкстичи уже видишь какой-то сюжет какую-то картину в общем мне очень нравится и пространство видно да и объем вот вы сами думаю собственно ведь не важно какое расстояние от работы ближе она или дальше в общем вот так вышивала я преимущественно вот после вот этой неделе в основном у меня над шляпкой я вышила до что-то дверь а так вот эти зоны вот эти вот я вышила это все это то есть вот этот мне результат здесь желтые такие тона вот эти все темные зоны участки это все у меня результат это недели сегодня еще вышивала вот этот белый участке вот эти вот крестиком уже и крестик подвините так быстро шел на фоне полукрестиков 6 нитей в 4 намного быстрее вот классно получается вот этот полукрестик белого цвета ниточку white цвет на фоне полукрестиков голубого и сиренево-голубого крестиков она как бы такую голубоватый оттеночек приобретает ну то есть очень интересно эффект в общем я считаю что дизайнеры dimensions молодцы конечно по крайней мере а раньше вообще просто уважение к нему ну то есть они очень талантливые я считаю то есть они реально работали над рисунками над схемами по рисункам по картинам то есть не просто там прогоняли в программке до что-то почищали и все то есть я считаю что это проработанные дизайны вот эти конечно участки достаточно быстро вышивать в том плане что ниточку прям до конца вышиваешь потом берешь следующие до конца это и так несколько подряд вот здесь то же самое практически хотя здесь мешанину так как я вышиваю повторюсь по кросте щитаги получается что я как бы часто до конца ниточку вышиваю полностью то есть в общем вот так здесь и будет окошечко с корзиной с цветами и здесь вот уже скоро у меня будет букетик но на следующей неделе я планирую закончить участки здесь белого цвета в рамах и потом хочу вот этот участок закончить вот этот полностью и тогда уже ну соответственно здесь что-то так вышивается и потом уже букетик вот этот выше после него уже перейду сюда на окошечко вот это будет зеленая рама окна это ставни зеленого цвета окошечко здесь также будет вот еще одну тут большой дизайн да как вы понимаете то есть вот эти это примерно и заканчивается в этом месте по ширине то есть вот здесь будет зеленая рама само окно стеклышки очень мог на такие же с такими же перегородочками потрясающий дизайн прям в общем люблю я такие дизайны димаен шанс и мне нравятся конечно молодцы ну пожалуй закончу на этом этот выпуск и дальше я начала уже потихонечку снимать видео о своих готовых финишах это финише июня июля месяца три финиша у меня будет внутри еще не завершён там счете осталось это лукает этот котик расскажу вам свои впечатления какие-то замечания по комплектации по разработке по качеству разработки схем передачи в ключе и так далее потому что они у меня там есть к сожалению несмотря на результат который мне очень очень понравился вот поэтому постепенно как только сниму то видео я вам а еще я заканчивал у как раз смотрю искусницу может быть повезет и закончу может быть даже в эти выходные вообще есть такая вероятность и тогда уже сниму проект по ней по котику и возможно следующим выходным у меня будет выпуск именно по готовым работам то есть не в логового характера вот а и на этом этот выпуск я завершу потому что достаточно длинное видео получается но и в общем то и как бы июль закончился да тыс как раз сегодня 31 июля так что вот все классненько вот покажу вам поближе постараюсь вот такой замечательный сюжет очень очень он мне нравится все всем пока спасибо вам что смотрите мой канал очень благодарна вам за комментарии за лайки я так была что маленькое количество лайков комментариев не сильно продвигает канал ну да ничего принципе не в этом цель но тем не менее они приятны но конечно когда они искренне вот так что вот так а то конечно youtube сейчас прям жжет я так сказала то есть потому что девочки которые снимают и многое давно небольшое количество подписчиков и часто видео выходит сколько же там рекламы они даже сами уже местами не рады этой рекламе потому что я они жалуются на то что и так как они не включают вот кто еще не включил рекламу моему монетизацию youtube канал просто задавливает не продвигает не предлагает рекомендациях вот я не вынужденную включать либо задуматься над тем что включить рекламу а у тех кого она есть один эфир по-моему юлия сада у юлия сайкин и там где она про рама омник рассказывает энергии вот этим им подобные то есть аналоги сравнивают о это какой-то был кошмар то есть первая часть я думаю что так вообще бы до конца эфира но потом как-то все притихло мне кажется первую половину видео этого она была полтора часа там реклама была но хорошо если две минуты интервал был это какой-то уж и главное вся про еду вся про еду но это российская реклама там я думаю за рубежом там другая реклама может быть другой даже тематики но не стоит то есть я только успевала дожидаться того момента эту возможность чтобы нажать пропустить где-то и это было возможно это просто ужас то есть она только начинает говорить опять рекламы только нас иing говорю 5 рекламу в общем тихий ужас какой то вот так что он конечно да ну платить не собираюсь тоже youtube и за то чтобы заклинали смотрите как-то уж совсем просто да но то есть он пытается всеми силами заработать естественно да то есть либо на просмотре рекламе и включение его в видео ролики либо чтобы люди платили за просмотр без рекламы то То есть, ну, как бы, все понятно. Так что вот так, девочки, мальчики. Еще раз вам всем спасибо. Благодарю за просмотр. Пишите комментарии, пишите пожелания, что бы вы хотели увидеть, может быть. И всем пока-пока. Пока.